На Донбассе сегодня зафиксировали 13 обстрелов со стороны боевиков. В СУ соблюдают перемирие и ответные огонь не ведут, сообщили в штабе АТО. Наибольшую активность противник проявляет на Мариупольском направлении. Подробнее с линии огня наш военкор Ирина Баглай. На приеме. Кило у нас тогда четверо контузия не забрали. Как лебедь взлетает, так и шум стоит. Ну, это он летит просто. У него на конце такие зруки десь товщиною ци. Вони просто крутятся, витер просто такой, шум идет. И падает взрыв. Но несмотря на обстрелы пехотинцы, и мысли не допускают об отступлении. Слишком дорогой ценой дался им этот рубеж. Роман был в составе штурмовой группы, когда наша пехота, отражая атаку, выбивала противников из их же окопов. Когда я слезал с бруствера, забираю Чебека, напротив меня упал в снаряд. Я не знаю, что это было, но очень сильный был взрыв. И чудом не зацепило ничего в меня. 22-летний медик, который не намного старше Руслана, тогда сам был контужен. Когда убил Орла, там еще с ним двоих партнеров, то есть я сидел неподалеку, в трех метрах от них, и как раз снаряд упал сразу. То есть первый снаряд, что прилетел, вот такой тяжкий, и сразу считаю, что в четырех было три убитых, и один такой поранен с осколками. После госпиталя сразу назад, к своим. Пока тихо восстанавливают укрепления, уже сбились со счета. Сколько раз приходилось отстраиваться. На передовой приказ не отвечают на провокационные обстрелы. По разведданным, у противника приказ такой же. Но над позициями армейцев по-прежнему раздаются выстрелы. Ирина Баглая, Андрей Косюк и Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.